Гречка как лекарство и часто приписывают сырительные свойства. Например, предполагают, что она может понижать уровень сахара в крови и таким образом считают, что гречка очень полезна диабетикам. Так это или нет, мы проверим сегодня, что говорят научные исследования о способности гречки снижать уровень сахара в крови и заодно узнаем, может ли гречка уменьшать количество плохого холестерина. Является ли гречка хорошим антиоксидантом, как многие утверждают, может ли гречка на этом основании как антиоксидантный продукт или на других основаниях претендовать на то, чтобы быть продуктом, который борется с раком и соответственно узнаем, прав ли доктор Ласкин, который предлагает свою диету в качестве антираковой диеты, которая якобы лечит рак, а не просто его якобы предотвращает. Мы узнаем с вами, может ли гречка снижать кровяное давление, а также узнаем, может ли гречка уменьшать головные боли, усталость, раздражение носа и глаз, может ли гречка снижать голод и таким образом способствовать снижению веса. Я расскажу вам о том, влияет ли гречка на болезни почек, может быть гречка полезна при ковиде или нет, это очень интересный вопрос, и дополнительно расскажу вам о том, является ли гречка закисляющим или ощелачивающим продуктом, и мы с вами на основании научных исследований определим лечебную дозу гречневой каши, которая может при одних заболеваниях помогать, а при других быть в лучшем случае бесполезной. Также я расскажу вам о том, какая гречка хороша, зеленая или жареная, мы с вами разберем разницу между так называемой татарской гречкой и обычной, из татарской, напомню, делают особый гречишный чай, соба, которому приписывают колоссальные целительные свойства. Здравствуйте, с вами Макс Погорелый, программа Обман Веществ, которой мы с вами с научной точки зрения рассматриваем мифы и фейки о питании. За идею этого видео и за возможность это видео снять мы благодарны нашему постоянному спонсору Владимиру из Москвы, который как всегда пожелал остаться полуинкогнито, делая свои благие дела, неся вам научно обоснованные знания, не пропагандируя себя. Вы также можете помочь нашему каналу небольшими донациями, либо просто поставив лайк, написав комментарий, в котором больше четырех слов для того, чтобы он учитывался ютубом и поделившись нашими видео с друзьями. Итак, сегодня мы с вами будем отделять мух от котлет и разбираться в том, является ли гречка лекарством или просто продуктом питания. И как всегда, мы с вами будем базироваться исключительно на научных исследованиях. Номер каждого научного исследования вы будете видеть на соответствующем слайде, а список всех использованных научных исследований вы сможете скачать в описании к этому видео по специальной ссылке, которая размещена в самом-самом конце. И сегодня мы с вами как раз и узнаем то, можно ли употребляя обычную гречневую кашу, достичь целительных эффектов в тех случаях, которые я назвал в начале этого видео. Первое. Полезность. Если мы с вами рассмотрим гречку с точки зрения того, сколько в ней находится полезных веществ, то есть минеральных солей, витаминов, белков, жиров, то мы поймем, что на самом деле ничем особо примечательным гречка не блещет. В обычных человеческих количествах гречневой каши, то есть 100 граммов сухой гречки, которые дадут вам приблизительно около 300 граммов каши, вы можете получить 55% меди, это хорошо, 12% селена, немного, но селен надо подбирать отовсюду, его очень мало в наших почвах и продуктах, четверть дневной нормы цинка, это замечательно, целых 65% вашей нормы магния, это уже хорошо, а все остальные и минеральные вещества, и витамины находятся в достаточно скромных количествах, но за исключением разве что железа, которого тоже мало, и которого гречки на самом деле тоже немного, всего-навсего 17%. Плюс мы с вами должны еще учитывать то, что не все витамины и особенно не все минеральные соли усваиваются из гречки, потому что их биодоступность достаточно низкая, поэтому если мы с вами говорим о гречке, как об источнике витаминов, или об источнике минеральных солей, то тут она является продуктом очень даже скромным. Точно так же, как гречка содержит и сравнительно небольшие количество белка, по сравнению с любыми крупами она ничем их не превосходит. Рассказывая о том, что в гречке много омега-3, это абсолютный фейк, в ней находится максимум 10% от дневной нормы омега-3 в тех самых 300 граммах уже готовой гречневой каши, если эта гречка не жареная. Так если в гречке нет никаких примечательных количеств ни микроэлементов, ни витаминов, то откуда же берутся целительные свойства, спросите вы? А на самом деле целительными свойствами обладают вещества, которые в гречке много и именуются они полифенолами. Мы с вами уже обсуждали вещества этой группы, когда говорили, например, о кофе или о красном вине, потому что именно полифенолы и ответственны за те полезные эффекты, причем очень различные, которые оказывают очень многие продукты на наше здоровье. Причем полифенолы каждого отдельного продукта могут оказывать специфическое воздействие на различные органы и системы тела, и поэтому каждый продукт, содержащий полифенолы, является лекарством в своем виде. И именно высокое количество полифенолов и определяет то, почему гречка может быть вашим лекарством в некоторых, но далеко не во всех случаях, а также их высокое количество определяет очень высокую, большую антиоксидантную активность гречки. Дело в том, что гречка имеет наибольшую среди других злаков и псевдозлаков, то есть всех круп, которые мы с вами едим, антиоксидантную активность. Если мы с вами рассмотрим уровни антиоксидантной активности наших обычных каш, то они распределяются так. Первая идет гречка, за ней идет ячмень, потом уже овес и уже за ними идут пшеница и рожь. Итак, полифенолы являются антиоксидантами, полифенола в гречке много, но будет ли употребление обычной гречневой каши в обычных для нас количествах помогать увеличивать антиоксидантную защиту организма, то есть повышать антиоксидантный статус крови? Да, будет. Оказалось, что потребление хлеба, который был обогащен гречкой, то есть в ней использовалось 30 процентов гречневой муки, повысило антиоксидантный статус крови в течение четырех недель на целых 49 процентов. Причем это увеличение было практически одинаковым у людей, которые ели меньше 100 граммов, 100, 150 или 200 граммов гречневого хлеба в день. И чем дольше люди ели хлеб обогащенный гречкой, тем выше становился антиоксидантный статус крови. Через одну неделю он увеличился на 14 процентов, через две на 24 процента, а через четыре недели на целых 49 процентов. Итак, гречка и даже обычный гречневый хлеб могут работать как антиоксидант. Чуть позже мы с вами поговорим о том, помогает ли это антиоксидантная активность снижать риски рака. И мы задаемся с вами вопросом о том, можно ли увеличить еще антиоксидантные способности гречки. Да, можно. Для этого гречку нужно прорастить. Я снял отдельное видео о пророщенной гречке, в котором я рассказал вам о том, что количество полифенолов, флавоноидов, это вид полифенолов, и антиоксидантов гречки максимально увеличивается в 3-5 раз всего-навсего через три дня после прорастания и продолжает слегка увеличиваться далее. Однако, как вы узнали из этого видео, проращивание тоже имеет две стороны медали. Гречка становится полезнее, но с другой стороны в ней накапливается фагоперин, который является достаточно опасным ядом. И количество фагоперина в гречке можно уменьшить, если проращивать и употреблять гречку особенным способом. О том, как это делать, я и рассказываю в видео о пророщенной гречке. Ссылка на это видео в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. И когда мы с вами говорим об антиоксидантах, то тут же вспоминаем то, что в интернете курсирует колоссальное количество информации о том, что существует, кроме обычной гречки, еще так называемая гречка татарская, которая якобы содержит гораздо более высокие количество антиоксидантных веществ, и поэтому она гораздо более полезна, и, соответственно, поэтому она гораздо дороже. Так ли это? Давайте разбираться. Да, в татарской гречке содержится больше рутина и кверцетина. Это полифенолы, которые оказывают прямое воздействие на наше здоровье. Содержание рутина в татарской гречке в целых 49 раз в среднем выше, чем в обычной. А кверцетина в обычной гречке нет вообще. Запомните, это слово кверцетин и фразу нет вообще, которая с нею связана, а вот в татарской гречке кверцетин присутствует хоть и в не очень значительных количествах. О полифеноле рутине я расскажу вам чуточку позже, а полифенол кверцетин интересен нам с той точки зрения, что ему приписывают антираковые способности. В частности, на употреблении больших количеств гречки базируется так называемая диета ласкина, в которой говорится прямым текстом, что в гречке содержится много кверцетина. Кверцетин якобы помогает активировать антираковую защиту клеток, которые поражены раком, и поэтому якобы излечивает рак. О том, действительно ли помогает гречка при раке, мы с вами поговорим чуточку позже, а сейчас мы с вами определим то, действительно ли татарская гречка и чай, которые из нее делаются, являются более полезными, чем наша гречка обычная. Итак, в татарской гречке в 49 раз больше рутина, чем в гречке обычной. Чем примечателен рутин, а тем, что в исследованиях в пробирке ин витро и на животных ин виву он показывает замечательные способности поглощать ультрафиолет и вредные вещества, которые образуются при ультрафиолетовом облучении, соответственно снижать риски рака кожи, например, или разрушения кожи солнечным светом. Рутин противодействует увеличению хрупкости капилляров, снижает высокое давление, снижает проницаемость сосудов, обладает противоотечным действием, снижает риск атеросклероза и проявляет антиоксидантную активность, о чем мы с вами уже говорили. И базируясь на этом, продавцы татарской гречки и особенно популярного сейчас чая из татарской гречки, который называется особо-чай, и стоит достаточно существенных денежек. Например, пачка чая со скидкой стоит около 20 долларов, а без скидки около 30 долларов, навязывает вам свой продукт как чрезвычайно полезный с точки зрения высокого содержания рутина и квертицина. Давайте разбираться, насколько действительно татарская гречка полезнее нашей обычной. Да, в татарской гречке много рутина и квертицина, и кроме этого в ней есть еще витексин, который тоже обладает высокой антиоксидантной активностью. Однако, если мы с вами посмотрим на нашу обычную гречку, которую мы можем купить в магазинах, то обнаружим, что в ней присутствует большее количество различных антиоксидантов, а именно ориентин, изоориентин, витексин, изовитексин и рутин. Квертицина в гречихе обыкновенной, что бы там ни говорил доктор Ласкин, не обнаружена. И вот эти полифенолы вместе и оказывают свой антиоксидантный эффект, который и ответственен за целительные свойства гречки. Так вот, оказалось, что несмотря на меньшее количество рутина, в целом антиоксидантный эффект обычной гречки приблизительно на 15-20% выше, чем у разрекламированной татарской. И в этом исследовании экстракты обычной и татарской гречки показали близкую, хотя и в обычной гречихе более высокую, антиоксидантную активность. И ученые определили, что эта оксидантная активность определяется именно комбинацией различных полифенольных соединений, которые вместе оказывают синергетический эффект, усиливая действия друг друга. И соответственно, обычная гречка в качестве антиоксиданта гораздо полезнее татарской. И последний гвоздик в гробе к татарской гречке я загоню этим исследованием, которое показало, что даже содержание кверцетина и рутина, которые являются главными антиоксидантами татарской гречки, чрезвычайно сильно различается в различных сортах этой гречки, поэтому даже купив гречневый чай из татарской гречки, вы не можете быть уверенными в том, что именно тот чай, который вы купите, и будет проявлять высокую антиоксидантную активность. Более того, не существует исследований, которые определяли бы то, каким образом татарская гречка и обычная гречка, если их кормить в одном исследовании двум группам людей, будут влиять на здоровье. Именно поэтому покупать гораздо более дорогую татарскую гречку, надеясь на то, что она окажет более целительное воздействие на ваше здоровье, чем обычное, не имеет смысла. А теперь давайте рассмотрим то, как употребление обычной гречки в нормальных человеческих количествах может повлиять на различные параметры здоровья. И о том, какие именно количество гречки необходимо съесть, мы с вами обсудим в самом-самом конце этого видео, вместе с тем, является ли гречка окисляющим или ощелачивающим продуктом. Первое. Влияние гречки на холестериновый обмен, то есть на количество общего холестерина, 3 глицеридов, плохого и хорошего холестерина. Оказалось, что употребление продуктов из гречневой муки ежедневно в течение 4 недель. Обратите внимание, кстати, что для достижения целительного эффекта гречку нужно есть каждый день в течение длительного времени. Так вот, употребление продуктов из гречневой муки значительно снижало концентрацию общего и плохого холестерина и 3 глицеридов по сравнению с употреблением продуктов из других видов муки. Об этом нам рассказала большое мета-исследование, которое объединило результаты более чем 10 различных исследований. Сейчас вы видите влияние потребления гречки на уровень 3 глицеридов. Теперь влияние потребления гречки на уровень плохого глицерина. И 3 глицериды, и плохой глицерин снижаются, но, к сожалению, также немножко снижается и уровень холестерина хорошего. Но, как мы видим здесь, вот в этом исследовании, в некоторых исследованиях было показано увеличение количества хорошего холестерина, а в некоторых небольшое его снижение. Поэтому достоверно говорить о том, как именно повлияет употребление гречки на повышение или снижение уровня хорошего холестерина в вашем конкретном случае сказать нельзя. Однако достоверно одно. Да, это не фейк и употребление гречки помогает улучшить холестериновый обмен. Более того, для улучшения холестеринового обмена вы можете использовать не только гречневую кашу, но и любимое всеми гречневое печенье, если в нем не содержится сахар. Как показало это исследование, употребление гречневого печенья значительно снизило содержание общего холестерина через 4 недели. Болезни почек. Исследования по снижению разрушения почек на высокосолевой диете, а избыток соли разрушает почки, при употреблении пророщенной гречки или обычной гречки проводились только на животных. На людях таких исследований не проводилось. И поскольку исследований на людях нет, то достоверно говорить о том, что употребление гречки помогает снизить нарушение почек или уменьшить риск образования почечных камней, мы сказать не можем. Поэтому мы с вами заключаем, что все разговоры о пользе гречки для почек это фейк. Гречка и количество глюкозы в крови. Вот это наиболее раскрученная информация о гречке и она действительно является истиной. Как показало это исследование, объединившие результаты более 10 различных исследований, употребление гречки каждый день действительно помогает снизить уровень сахара в крови как у здоровых людей, так и у диабетиков. Именно поэтому гречка действительно является одной из наиболее полезных видов каш для диабетиков. Кстати, если вы хотите, чтобы я снял видео о том, как питание можно убрать при диабет или существенно снизить проявление диабета второго типа, то ставьте плюсик и пишите гречка при диабете еще какое-нибудь слово четвертое, чтобы ютуб воспринял ваш комментарий как что-то полезное. Итак, гречка снижает сахар и на этом основании гречка также является продуктом, который очень полезен нам всем для того, чтобы предупредить ковид или для питания больных ковидом. Почему это так? Я рассказываю в видео «Ковид любит сахар». Ссылка на это видео в описании к этому видео и там вы узнаете, каким образом увеличение уровня сахара в крови и потребление сладких продуктов и увеличивает риск заболеть ковидом. И кроме этого, как ковид увеличивает нашу тягу к сладкому для того, чтобы получить возможность гораздо более активно размножаться в нашей крови. Ссылка на это видео в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Помимо сахара, гречка также помогает улучшить состояние легких. Через 4 недели потребления гречки ежедневного у участников исследования повысилась форсированная жизненная емкость легких. То есть то количество воздуха, которое они могут набрать при наиболее глубоком вдохе. И именно поэтому употребление гречки может быть также полезно и больным ковидом. Я имею ввиду употребление гречки до того, как вы заболели ковидом, потому что оно улучшает состояние ваших легких и тем снижает ваши риски, тем самым снижает риски поражения легких при болезни. Гречки часто приписывают способность снижать вес. Все исследования показывают, что и гречка и другие крупы, если их употреблять в одинаковых количествах, совершенно одинаково влияют на ваш вес. Однако гречка обладает замечательным свойством снижать чувство голода. И замена пшеничной муки обычной гречишной мукой при приготовлении лазаньи вот в этом исследовании увеличила насыщающую способность полученного блюда за счет большего количества растворимой клетчатки в гречке. Соответственно люди съели этой лазаньи меньше, чем они съели лазаньи из обычной пшеничной муки, получили меньше калорий и таким образом употребление гречки помогает снизить количество еды тем, кто хочет его снизить. И при этом предохраняет вас от избыточного чувства голода. Поэтому косвенно гречка все-таки может помочь вам уменьшать вес, если вы обращаете внимание на количество съеденного продукта. А это исследование показало очень неожиданную способность гречки. Ежедневное употребление гречневой каши. Обычной гречневой каши участниками экспериментальной группы показало, что у них через две недели значительно уменьшилось раздражение носа и головные боли, а на четвертой неделе существенно снизилась усталость и раздражение глаз. Это чудесное свойство, очень полезное в наших холодных климатических зонах. А вот помогает ли гречка снижать кровяное давление? Увы, нет. Что бы вам не рассказывали различные диетологи, но все абсолютно исследования, которые показали, что гречка может снижать давление, при употреблении пророщенной гречки или обычной гречки проводились исключительно на животных, на крысах. Они показали, что да, гречневые флавоноиды действительно могут снижать давление у животных, но нет ни одного исследования на людях, которые бы показали, что употребление гречки по сравнению с другими крупами снизило бы давление у людей. Так что мы заключаем, что все разговоры о том, что гречка снижает давление, это фейк, и переходим с вами к раку. Гречки приписывают антираковые способности очень многие люди, например, диета Ласкина базируется на том, что в гречке якобы есть кверцетин, и поэтому кверцетин в исследованиях в пробирках или концентратах, в высоких концентрациях на животных показал антираковую активность. Но, к сожалению, а в обычной гречке, как я вам уже показал по результатам исследований, кверцетина нет вообще. Сколько бы вы ее не ели, уровень кверцетина у вас в крови она не получит, и самое противное это то, что кверцетин, хотя он и содержится во многих различных продуктах, например, в обычном луке, тем не менее, очень-очень плохо усваивается, а при его введении просто в качестве лекарства в кровь или в виде таблеток он оказывает сильный токсический эффект, параллельно, естественно, со снижением риска заболеть раком или с уменьшением скорости развития раковой опухоли. Именно поэтому кверцетин не используют для лечения рака никоим образом и ищут другие его аналоги, которые могли бы оказывать антираковую активность, но при этом не убивать вас параллельно. Друзья, обращу ваше внимание на то, что широко разрекламированная диета Ласкина является абсолютным и стопроцентным фейком. В описаниях врут о том, что проведены якобы клинические исследования, которые показали ее эффективность, это абсолютная брехня. Вот я прямо настаиваю на этом слове, потому что я не обнаружил ни одного клинического исследования диеты Ласкина. Более того, диета Ласкина вредна людям, потому что ее первая фаза является крайне ограничительной. В ней употребляется минимальное разнообразие продуктов, и она способна нанести существенный вред здоровью. О пяти главных минусах диеты Ласкина я рассказал в моей статье. Ссылка на эту статью, которая размещена на сайте, в описании к этому видео. Возвращаемся к раку. Несмотря на то, что несколько исследований показало, что экстракты из шелухи гречневой крупы могут убивать клетки нескольких различных видов рака человека и замедлять развитие раковых опухолей у мышей, но исследований на людях, которые бы показали, что само употребление гречки помогает снизить скорость роста раковых опухолей или каким-либо иным образом влияет на развитие и возникновение рака, не существует. Точно так же, кстати, как не снижают риска заболеть раком, никакие так называемые ощелачивающие диеты. Я рассказываю об этом в отдельном видео, о закислении организма и о том, как именно ученые определяют вот этот фейковый термин закисления организма, о пралкоэффициенте различных продуктов, то есть о потенциальной почечно-кислотной нагрузке различных продуктов и их комбинаций. Ссылка на это видео в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Нам важно сейчас понять то, является ли гречка продуктом закисляющим или ощелачивающим, для того, чтобы понять, как ее правильно есть. Так вот, оказалось, что да, гречка является продуктом очень немножечко закисляющим. Ее пралкоэффициент, то есть коэффициент потенциальной почечно-кислотной нагрузки составляет почти единицу, 0,98. Прал кукурузы, например, составляет 6, то есть она существенно более закисляющий продукт. Прал пшена или риса составляет 5, а прал пшеничного или черного хлеба составляет 4. Что это значит? А это значит, что гречка слегка закисляет наш организм, есть гречку с другими закисляющими продуктами, например, с молоком, как многие любят, или с каким-либо мясом, или с рыбой, это вредно. Гречку необходимо есть с продуктами ощелачивающими, то есть с овощами. Но поскольку закисляющий коэффициент гречки крайне невелик, то для того, чтобы его компенсировать, мы можем есть гречку с небольшим количеством овощей даже. То есть съедать на 100 граммов гречки, например, 50 граммов любого рода овощей, и уже этим даже компенсировать закисляющую способность гречки. И, кстати, если вы хотите узнать, то является ли ваш рацион закисляющим или ощелачивающим, то вы можете пройти специальный онлайн-тест и определить то, насколько вообще ваш рацион соответствует различным параметрам здорового питания. Ссылка на бесплатный тест в описании к этому видео. Вы отвечаете на 32 вопроса и получаете на ваш email ответы о том, как по различным 8 параметрам от увеличения риска рака до повышения скорости старения и по закисляющему коэффициенту, например, ваша диета соответствует оптимальным параметрам. И, наконец, мы с вами приходим к главному. Какими же были лечебные дозировки гречки во всех тех исследованиях, о которых я вам рассказывал? Во всех исследованиях использовали от 40 до 100 граммов гречки в сухом весе, что составляло приблизительно от 100 до 300 граммов обычной отваренной гречки или любых других продуктов из гречки приготовленных. Обращу ваше внимание на то, что для достижения целительного эффекта недостаточно поесть гречку несколько дней. Нужно есть ее каждый день в течение как минимум 4, 6 или 8 недель. Именно столько и для листей исследования, которые показали целительные эффекты гречки для здоровья. А сколько же можно есть гречки, чтобы ее не переесть? То есть, где тот предел, который не нужно перешагивать? Ну, в общем, более 300 граммов гречневой каши вы вряд ли будете съедать в день. Но если мы говорим с вами о пророщенной гречке, которая, как вы помните, оказывает гораздо более высокую антиоксидантную активность, то тут о полезных и безопасных дозах я рассказываю в видео о пророщенной гречке. Ссылка на это видео, видео, которое вы сейчас смотрите. И последний вопрос, который очень часто задают. Какая гречка полезна? Зеленая или жареная? Во всех исследованиях использовали только обычную зеленую нежареную гречку. Дело в том, что да, жареная гречка для многих людей кажется гораздо более вкусной. Она быстрее варится, но при этом в ней уже уничтожена существенная часть именно тех самых полифенолов, которые и оказывают целительное воздействие на ваш организм. А в зеленой гречке остается и омега-3, и витамин Е, и все полифенолы, которые вам необходимы. Так что ешьте зеленую гречку. Если у вас есть заболевания, при которых гречка помогает, то поешьте ее каждый день в течение месяца, полутора или двух, и вы обязательно заметите целительный эффект гречки. И еще раз спасибо нашему постоянному спонсору Владимиру из Москвы. Спасибо всем, кто поддерживает наш канал. Спасибо вам за ваши лайки, за то, что делитесь нашими видео с друзьями, за ваши подписки. С вами был Макс Погорелый. Программа «Обман веществ» под девизом «Больше знаешь, крепче ешь». До скорых новых встреч!